Ну хорошо, давайте все-таки продолжим. Последнее, что было, это существование опорных плоскостей, гиперплоскостей в разных видах. Но самое ценное, это существование опорной гиперплоскости через каждую граничную точку. Второе утверждение, оно так, не настолько интересное, уж тривиальное. Теперь я поговорю про нестрогую отделимость, несколько теорем. Ну, во-первых, по сути переформулировка, давайте нестрогая отделимость какая-нибудь, мелкий подзаголовок. Вверх, мелкая формулировка существования, переформулировка обобщения существования опорных плоскостей. Теорема, пусть есть выпуклое множество. Точка P не принадлежит его внутренности. Тогда существует гиперплоскость, которая проходит через нашу точку и оставляет множество с одной стороны, не строго. H, которая содержит точку и такая, что, а не строго по одну сторону. То есть в замкнутом полупространстве, в одном из двух замкнутых полупространств. Ну, какая-то такая картинка. Две картинки, собственно. Может точка быть на границе, а может... Доказать, действительно, есть два случая. Либо точка лежит на границе, либо лежит во внешности. Если она лежит на границе, проведем опорную гиперплоскость. Гиперплоскость. Давайте возьмем... Возьмем в качестве H опорную гиперплоскость. Второй случай. Когда P не принадлежит к замыканию. То есть лежит во внешности. Ну, тогда давайте строго отделим P от замыкания. Какой-то плоскостью H с ноликом. И параллельно передвинем эту плоскость так, чтобы она подходила через P. Пусть тогда возьмем H0, разделяющую для P и замыкания. Эту точку компактное выпуклое множество отделяем от замыкания выпуклое множество. Замыкание выпуклое множество, что можно строго отделить. И давайте проведем H параллельную с ноликом. Ну, понятно, что это H лежит в том полупространстве относительно H0, где лежит P, потому что они пересекаются с H0. А замыкание лежит в другом. Так что вот провели. Ну, это мелкая, скорее, лемма. Она будет дальше использоваться. У этой теоремы есть частный случай, очень важный в анализе. Точнее, в функциональном анализе. Называется теорема Хана-Банаха. Вернее, теоремой Хана-Банаха называется бесконечномерное обобщение. А конечномерный случай, в общем, не нужен никому отдельно. Но я его сформулирую, потому что важная теорема. Значит, конечномерная теорема Хана-Банаха. Чтобы на анализе вы ее узнали. Когда это будет. Там у нее есть разные формулировки. В некоторых из них нет ни слова выпуклость, ни слова гиперплоскость. Звучит она так. Это частный случай предыдущей теоремы, когда множество А изначально открыто. И тогда можно утверждать, что она строго лежит с одной стороны. Потому что открытое множество, если оно лежит в замптой полуплоскости, то оно лежит и в ее внутренности. И формулируется это, как правило, так. Так, пусть А открытое, выпуклое. Все в РН. Все конечномерно. Открытое, выпуклое. П точка из дополнения. Тогда существует гиперплоскость. H, такое, что П лежит в H. А не имеет общих точек. Через точку вне открытого выпуклого множества можно провести гиперплоскость, которая не пересекает. Не пересекает в данном случае то же самое, что оставляет строго с одной стороны. Потому что оно выпуклое и открытое. Да, и из нестрогого, и то же самое, что нестрого. Понятно, да, как следствие следует? Пользоваться я им не буду. Потому что замптые множества в геометрии удобнее, чем открытые. В анализе, в бесконечномерном случае, открытые множества, как ни странно, более осмысленные. Класс. Их можно определить внутренним образом. Потому что называется алгебраически открытым. Если в пересечении с любой прямой, оно дает открытый интервал. Для этого не нужно вводить топологию. И для алгебраически открытых множеств, в бесконечномерном случае, верна аналогичная теорема, доказывается трансфинитной индукцией, или Леммой Цорна, в общем, выводится с бесконечномерного случая. Более-менее. Я не буду этим заниматься. Теперь, наконец, теорема. Самая общая теорема нестрогой отделимости, которую я буду доказывать, она такая. Пусть есть два множества выпуклых. Наверное, не пустых. С пустым множеством есть проблема. Его нельзя отделить от всего пространства. Она не во всех теоремах себя проявляет. Но давайте предположим. Здесь вроде важно. И предположим, что их относительные внутренности не пересекаются. Тогда существует нестрого разделяющая гиперплоскость. Они нестрого отделимы гиперплоскостью. Ну, вот картинка типичная. Два касающихся круга на плоскости. У них есть общая точка, но их внутренности не пересекаются. На картинке общая касательная является нестрого разделяющая их. Вот относительные внутренности всю топологию в себе содержит. От того, что вы сузите ее на замк, то просто менее сильное утверждение стоит. Так, давайте доказывать. Первый шаг. Давайте сведем это к случаю, когда сами множество не пересекаются. Достаточно доказать в случае, когда сами множество не пересекаются. Ну, действительно, пусть мы доказали теорему в случае, когда сами множество не пересекаются. Применим тогда вот это гипотетически доказанное утверждение к двум относительным внутренностям. Две относительные внутренности не строго разделяются. Тогда я утверждаю, что и сами множество не строго разделяются. Почему? Потому что замыкание относительной внутренности равно замыканию самого множества. И, следовательно, содержит множество. Поэтому, если относительная внутренность лежит не строго по одну сторону в гиперплоскости, то и все множество лежит в этом замкальном полупространстве. Значит, доказательства достаточно разделить относительные внутренности. Понятно, да? Я рассказываю не в том порядке, в каком следовало его записывать. Записывать на его сначала докажем для случая, потом выведем общий случай. Ну, и здесь, поскольку это короче рассуждение, я с него начал. Поняли? Да, я дальше буду рассматривать, что только случай, когда они сами не пересекаются. Уже как бы заменено на... Значит, итак, считаем, что они не пересекаются. Давайте рассмотрим новое множество С, состоящее из всех формальных разностей. Ну, это можно сказать, что это сумма по Минковскому множество А и множество минус Б, которое просто центрально симметрично. Это центрально симметрично Б относительно нуля. То есть, это сумма двух выпуклых множеств. А как мы знаем, сумма выпуклых выпукла. Один из первых примеров после определения выпуклости был... Считак, это выпукло. Что мы про него еще хорошего знаем? Мы знаем, что ему не принадлежит ноль. Потому что вам наши множества не пересекаются. Понятно это? Давайте применим предыдущую теорему, скорее лему, наверное, к выпуклому множеству С и точке ноль в нем не лежащим. Там достаточно было, чтобы она не лежала во внутренности. Но здесь она не лежит в самом множестве. Значит, по предыдущей теореме существует гиперплоскость H. Такая, что H содержит ноль. То есть, это линейное подпространство. И наше множество С лежит, ну, скажем, в гиперплоскости H+. То есть, в полупространстве H+, которое замкнутое полупространство. Одно из двух. С черточкой, если замкнутое. Хотя я черточкой забываю. Писать. Значит, имеется в замкнутое полупространство. Давайте напишем уравнение этой гиперплоскости. Ну, точнее, наша гиперплоскость H есть ядро некого линейного функционала F из РНВР. Тогда гиперплоскость H+, но поменяв при необходимости знак у F, мы можем записать как множество точек, которых F от X больше и равно нуля. Это определение полупространства. Ну, точнее, не помню. Да, в общем, определение, по сути. Итак, мы знаем, что для любой точки С, принадлежащей множеству A минус B, верно, что F от C больше и равно нуля. Но это значит, что для любых точек A и B из исходных множеств F от A минус B больше и равно нуля. F у нас линейно, благодаря тому, что ноль содержит гиперплоскость. Поэтому это то же самое, что F от A минус F от B. Значит, мы получаем, что для любой точки A из одного множества и для любой точки B из другого множества F от A больше и равно F от B. Ну, теперь давайте рассмотрим, то есть множество значений F на A, то есть можно записать так, F от A больше и равно поточечно, чем F от B. Множество значений F на множестве A лежит правее на оси, не строго правее, чем все множество значений. Ну, давайте возьмем точку число T с нуликом. Вот есть прямая, вот здесь где-то множество значений F от A. Может, открытый интервал, может быть, замкнутый, но в любом случае это интервал, правда? Это множество значений, это образ выпуклого множества при линейном отображении. Может быть, это луч. Вот, и левее его, ну, аналогично лежит F от B. Между ними имеется напрямую точка. Например, возьмем точку T с нуликом, равную супремуму F от B. Мы знаем, что F от B не строго лежит левее T с нуликом, а F от A, благодаря вот этому неравенству, лежит не строго правее. Ну, теперь найдем разделяющую гиперплоскость H. В качестве H возьмем прообраз T с нуликом. Теорема доказана. Почему? А, тому надо дать новую букву, это H с нуликом. Предварительная плоскость, вспомогательная плоскость. А это та, которую мы хотим построить в теореме. Ее лучше называть буквой H. Здесь эксплуатируется то, что гиперплоскости соответствуют линейным функциям, а условия принадлежности полупространствам соответствуют линейным неравенствам. И условия разделения, на самом деле, это все равно, что отделить, не строго отделить от нуля разность, благодаря линейности. Вот здесь вот ключевое наблюдение. Вот это вот. Которое позволяет перейти... Вот задача разделить два множества, задача отделить множество от нуля. На языке линейных функций это тривиально. На языке гиперплоскостей, но это было бы довольно неприятно проверять. Разобрали, записали? Ну опять, в случае открытых множеств, есть полезное, такое приятное следствие, что открытые множества, если они не пересекаются, то они строго отделяются гиперплоскостями. Если в случае, когда оба открыты, пусть А и Б, ВРН выпуклые, открытые и не пустые, и не пересекающиеся, тогда они строго отделимы. Доказательства точно так же. Они по теореме не строго отделимы. Ну и так как они открыты, они не имеют права задевать эту разделяющую гиперплоскость, потому что каждая точка содержится в месте с окрестностью и залезет тогда в оба полупространства. Ну или можно сказать, что внутренность замкнутой. Раз открытый множество содержится в полупространстве, оно содержится и в его внутренности. В силу открытости. Так, все, на этом про теоремы об отделимости я заканчиваю. И приступаю к разговору про многогранники. Если какие-то вопросы образовались, уместно их задать. По тому, что было. Нет, по тому, что было там на последних двух парах. Следующий параграф. Будет называться полиэдральное множество. И все полиэдральные множества у меня будут подразумеваться выпуклыми. Есть разное понимание этого слова. Я буду рассматривать только выпуклые. Так, определение. Все будет опять происходить в конечномерном афинном пространстве, которое я для краткости обозначаю Рен. Семей в виду, что способ отождествления его стандартным координатным пространством роли не играет, то это вопрос привычных знакомых обозначений. Так вот, пусть есть множество. МВРН, оно называется выпуклым полиэдральное множество. Это очень длинный термин, но я не знаю, кого сокращать. Наверное, только так. Так, выпуклые полиэдральные множество, если М это пересечение конечного числа замкнутых полупространств. конечного набора замкнутых полупространств. Вы можете легко себе представить, что это такое на плоскости. Это могут быть, конечно, всякие вырождения, тип пустого множества, точки и так далее. Но в типичном случае это либо выпуклый многоугольник, либо такой неограниченный выпуклый многоугольник. Неограниченные случаи разрешаются. Специальный случай, оговорка к определению. Все пространство тоже считается полиэдральным и считается, что оно пересечение нуля полупространства. Ну что такое пересечение? Множится всех то, тех точек пространства, которые приближат к каждому из пересекаемых. Вот когда пересекаемых нет, будем считать, что пересечение это все пространство. Вроде более-менее соответствует. Только надо знать, в каком пространстве это все рассматривано. Значит, особый случай. Полоса полиэдр, да. Любое, на самом деле, в плоскости любое выпуклое множество. Ну, сейчас. Ну, они замкнуты, выпуклые, и границы должны содержать с конечного числа отрезков и лучей. Вот так. Ну, еще одна точка, пустой там. Эти, вот как они устроены, именно этим я и буду заниматься. Каково у них устройство. И какие есть альтернативные определения этого понятия. Так, значит, в частности, специальный случай. Все пространство тоже многогранен. Полиэдраль. Считается выпуклым полиэдральным множеством. Это пересечение пустого набора полупространств. В случае, когда оно компактно, его называют полиэдральным. Тьфу, многогранником. Читаем многогранник. Если оно вот такое. Выпуклый многогранник, конечно. Дальше все по умолчанию будет выпуклым. Если я к слову многогранник буду забывать слово выпуклый, значит, я просто забыл. Выпуклое многогранное множество и оно ограничено. Слово многогранник есть синонимы. Полиэдр, политоп. И некоторые из них, в общем, терминология, да есть путаницы. Надо уточнять иногда одни и те же слова. Иногда используются для и компа обоих случаев, и более общего, и более частного. Пока я займусь более общим случаем, то есть не буду в основном предполагать компактность. Так, теперь формулировка. Очень часто используемая. То есть эквивалентное определение, но то же самое определение на другом языке. Переформулировка. Выпуклое полиэдральное множество. Это решение системы линейных неравенств. Неравенств. Ну, такого вида. f1 от x больше бы равно 0. 2 от x больше бы равно 0. И так далее. f какое-то там kt от x больше бы равно 0. Где f и t. Это афинные функции. То есть линейные плюс константы. Мелкое формальное отличие определений состоит только в том, что не каждое решение такого неравенства – это полупространство. Если функция не константа, то это полупространство. Примерно по определению полупространства. А если она константа, то решение такого неравенства – это либо пустое множество, либо все. Ну, и пустое множество, и все, очевидно, являются полиэдральными. Ну, все просто по специальному случаю в определении, а пустое легко представить в виде пересечения двух, например. Так что в обе стороны устанавливаются с легкостью соответствия. Давайте тривиальные следствия определения. Я перечислю и поговорю про грани. Свойства. Ну, во-первых, все эти самые множества, которые выпуклые, полиэдральные множества, они действительно выпуклые и замкнутые. Ну, потому что каждое из пересекаемых полупространств выпуклые и замкнутые. И эти свойства при пересечениях сохраняются. Дальше пересечения двух. Если М1 и М2 такие, полиэдральные, то их пересечения тоже. Так, афинные пространства все являются полиэдральными. Под пространства все являются полиэдральными. Ну, действительно, всякое афинное под пространство – это пересечение нескольких гиперплоскостей. Ну, проще это заметить так, если можно считать его координатным. Задает систему уравнений х, там, первое равно нулю, х второе равно нулю и так далее. И каждое из этих уравнений – это система двух неравенств. Х первое больше бы равно нуля, х первое меньше бы равно нуля. Значит, получаем любое афинное подпространство, как решение системы линейных неравенств. Ну и дальше такое чистотехническое наблюдение – свойства полиэдральности не зависят от объемлющего пространства. Ну, смотрите, может оказаться, что вы начали с трехмерного пространства, попересекали какие-то полупространства и получили плоский нечто, лежащее в одной плоскости. Так бывает. Так вот, это нечто будет тогда плоским многоугольником. То есть, неважно, понятие полиэдральности для множества, которое случайно оказалось в пространстве меньшей размерности, одинаково. То есть, если оно является полиэдральным в большом пространстве, оно является полиэдральным в подпространстве. Так, значит, формулируем так. Пусть M какое-то множество, когда эквивалентны два свойства. М полиэдрально выпуклое, замкнутое, естественно, в РН. Тогда и только тогда, когда оно полиэдрально в своей афинной оболочке. Ну, отсюда видно, что оно будет полиэдральным и в любом подмножестве. Или в любом содержащем его афинном подпространстве. Давайте вот что. Давайте не будем посылаться на афинную оболочку, это глупо, она не по делу здесь. Читаем принаджет ВРН, и оно случайно оказалось в неком афинном подпространстве. А. Афинное подпространство. Значит, тогда в полиэдральном А. Не в афинной оболочке, а в каком-то афинном подпространстве, в котором оно случайно лежит. Не важно, что это афинная оболочка, потому что не будет, невозможно это использовать. Вы только будете сбиваться с толку. Ну, давайте докажем. Пусть оно полиэдрально в ВРН, и случайно оказалось лежащим в каком-то подпространстве. Давайте представим его как решение системы неравенств. f и t от x больше бы равна нуля ВРН. Тогда, поскольку оно случайно лежит в этом подпространстве А, мы можем заранее его пересечь с этим А. А это значит, что оно равно, что мы все эти афинные подпространства можем ограничить, все эти линейные функции ограничить на подпространстве. Сужение. Заметим, что сужение каждой афинной функции на подпространство А афинно в этом подпространстве. Сужение афинной отображения на подпространстве, снова афинное. Давайте рассмотрим ту же самую систему неравенств, но значение сузим только на подпространство А. Мы знаем, что по каким-то причинам, которые нам здесь неинтересны, множество в итоге лежит в этом подпространстве. Поэтому можно сразу искать его как решение системы линейных неравенств только в подпространстве. Ну, получаем такого же типа систему. Сужение афинной функции на подпространство обратно. Пусть оно полиэдрально. Ну, вот картинка, которую надо представлять, такая. Можно считать, что А это какой-то РК, который лежит в РН стандартным образом. То есть, как множество точек, у которых последняя Н минус К карнат равна нулю. Вот картинка. Есть координатная плоскость. В ней, пересекая полуплоскости, мы нарисовали какой-то многоугольник. Я хочу доказать, что он является многогранником. В смысле трехмерным. То есть, представить его в виде пересечения полупространств трехмерных. Ну, давайте запишем его как решение, ну, тоже решение системы неравенств. f и t от x больше в равное нуля, где f и t определены только на плоскости. Каждую из этих f и t продолжим до функции на всем пространстве. Ну, например, скомбинируем проекции. Определимый f и t с волной из rn в r формулы. f и t с волной есть f и t в композиции с проекцией на а. Он воспользовался эвклидовой структурой или координатами, как хотите. Но смысл в том, что вот эту ограничивающую прямую, одну из прямых, которые определяли наш многоугольник, я продолжаю до вертикальной плоскости. И, соответственно, полуплоскость, которая одна из тех, которые генерировали наш многоугольник, я продолжаю до полупространства. Что мы получим в результате решения системы? Ну, давайте. Где? m. Да, m представим как систему решения системы. Множество x таких, что? Где f и t определены только на плоскости. Мы продолжаем их на все пространство естественным образом. И пересекаем. Что мы получим? Мы получим такое цилиндрическое множество. Пусть m' это будет решение системы f и t с волной больше бы равного нуля. Больше бы равного нуля. И тогда это просто проекция минус первой от m. Ну, по построению. Геометрически это цилиндр над тем плоским множеством. Ну, с одной стороны оно полиэдральное, потому что я задал его системой. А с другой стороны исходное множество я могу получить как пересечением штрих с подпространством. И это пересечение полиэдральных множеств, следовательно, полиэдральное. Доказали, да? Таким образом, понятие многогранника, понятие полиэдрального множества не зависит от объемлющего пространства. И мы всегда можем рассматривать каждый многогранник в его афинной оболочке. То есть считать, что его внутренность... Если он сам не пуст, конечно, то есть считать, что его внутренность не пуста. Это бывает удобно для многих вопросов. То есть, скажем, трехмерные многогранники могут оказаться двумерными. Но в этом случае их надо рассматривать как подножие плоскости и изучать их, учитывая размерность 2. Теперь займемся гранями. Естественно, у многогранников должны быть грани. На то они и многогранники. И определить, что такое грань, дать определение можно разными способами. Я выберу такой довольно неестественно выглядящий. Но зато с ним будет меньше технических подробностей. Грани я буду называть экстремальным подможеством. Понятие экстремального подмножества применимо к любому замкнутому выпуклому. И давайте я его сейчас определю. Определение. Пусть M, V, R, N. Замкнутое, выпуклое. Неважно, многогранник или нет. И в нем есть подмножество F. Так вот, оно называется экстремальным подмножеством, в просторечии, гранью. Подмножество M. Ну или в скобках грань M. Я потом скажу, как терминология употребляется. Если выполняются такие свойства. Во-первых, ну да, F должно содержаться в M. Давайте это напишу. Вот так. Должно содержаться в M, быть выпуклым. И выполняться некая формула логическая. Такая. Если мы возьмем любую точку из этого, из грани. И сумеем провести через нее отрезок с концами в множестве. Провести через нее, в данном случае, я напишу, представить ее как середину. На самом деле это все равно. Для любых Y и Z из исходного M. Если так случилось, что X середина отрезка. Неважно середина или что угодно другое. Но просто формула короче с серединой. То тогда обязательно Y и Z должны лежать в грани. Вот такая странная формула. То есть невозможно. Давайте я сразу переформулирую. Должно быть замкнутым. Да, оно автоматически будет замкнутым. Ну, хотите, потребуйте, мне не жалко. Оно выпукло, этого хватит. Давайте переформулировку сразу. Которая избавляется от конкретики середины. Она просто чуть длиннее. И на самом деле я буду ей пользоваться, конечно. Она более сильная. Реформулировка. F, грань. Давайте сейчас. Экстремальное подмножество. M. Тогда и только тогда. Словами я, чтобы не ломать язык, буду говорить. Грань точно. Записывать буду стараться как надо. Возможно, с сокращениями. F экстремальное подмножество. M. Тогда и только тогда, когда выполняются... Ну, вот сейчас все то же самое. Мы сохраняем. А последнее мы пишем так. Для любых Y и Z, из M. Если так случилось, что отрезок Y, Z, кроме концов, то есть его внутренняя часть, задевает грань, то тогда концы, ну, весь отрезок лежат в грани. То есть грань – это такое множество, что вместе с любой точкой оно содержит все проходящие через нее отрезки, которые не вылезают из многогранника. Тут, чтобы понять, как это работает, ну, надо разобраться с квадратиком и кубиком. Для понимания советую убедиться, что в случае квадратика и кубика экстремальными подмножествами являются, ну, во-первых, в квадратике весь квадрат, пустое множество, с каждая сторона замкнутый отрезок, и каждая вершина, как одноточное множество. И других нет. А, ну, в случае кубика – это отдельные вершины, как одноточечное множество, это ребра, это двумерные грани, это весь кубик и пустое множество. Вот такие… Такие у нас примеры. Ну, это не примеры, это упражнения. Разберитесь по определению, что вот именно так получается. Я не буду… Это нужно для понимания, а не для… Не как теорема, что вот кубы грани именно такие, это рано или поздно будет выяснено, будет следовать из других свойств. Следствие из переформулировки… Переформулировка – это вот это вот утверждение. Правильно? Утверждение эквивалентности определения и другой формулы, которая очень похожа. Следствие такое, когда одна точка является экстремальным подможеством, вот это можно сформулировать кратко. Точка P является экстремальная… Экстремальная точка – это подмножество… Экстремальная точка – это множество… Точка, которая… Такое, что соответствующее одноточечное множество экстремально. Вот так. Точка, которая является экстремальным подмножеством сама. Так вот, она экстремальная точка, Тогда и только тогда, когда она принадлежит множеству И множество сохраняет выпуклость при ее выкидывании Экстремальные точки Такие точки, что множество сохраняет выпуклость при их выкидывании У кубика это вершины в точности, легко понять Очевидно, да? Невозможно представить эту точку Как внутреннюю точку отрезками с концами множества Так, теперь я обещал про терминологию Слово экстремальное множество Под множество применяется к любым замкнутым выпуклым А в случае полиэдральных применяется слово грань Термины Если М полиэдральное То вместо слова экстремальное подможество Потребляет слово грань То грань М Это любое экстремальное подможество И для граней Специфических размерностей Имеются специфические названия Нульмерные грани называются вершинами Одномерные грани Одномерные грани называются ребрами И грани старшей размерности Кроме всего многограней Которые являются своей гранью Н минус одномерные Где Н Это размерность нашего многогранника Они называются гиперграни В обычном привычном случае Когда трехмерный многогранник У него есть грани, ребра и вершины И сам он является своей гранью Также пустое множество Очевидно является гранью Так Давайте сделаем пиреров По времени Ну что, давайте продолжать Я дал определение И нечто сформулировал пока без доказательства Теперь давайте что-нибудь подоказываем Во-первых, надо доказать все-таки Эквивалентность двух определений Двух вариантов определения Доказательства того, что определение Эквивалентно вот этой самой переформулировки Надо небольшое рассуждение провести В одну сторону очевидно Ну да, очевидно, что переформулировка Это более сильное условие Там сказано, что Выводы о том, что YZ принадлежат грани Можно делать на основании более слабых посылок То есть более сильное утверждение Так Теперь пусть выполняется определение серединами Докажем, что выполняется Его вариация с любой С внутренней точкой отрезка Ну давайте рассмотрим Отрезок XY YZ У которой есть внутренняя точка в множестве YZ принадлежат большому множеству А X принадлежит грани А грань удовлетворяет определению Из двух частей На которые она делит X делит резок YZ Одна Обозначим через А более короткую А через В более длинную Давайте считать, что А Это Расстояние XY И оно меньше, чем В, которое расстояние YZ Вот Весь этот отрезок Лежит в множестве M По выпуклости Да Давайте отложим Вот сюда Точечку Y1 На таком же расстоянии от X И заметим, что К каждой паре Симметричных точек Применимо определение Они лежат в множестве И середина между ними Попадает в точку X Весь отрезок От Y До Y1 Лежит в грани Ну и теперь Заменяем X на Y1 И повторяем Рассуждение Есть еще раз Определение говорит следующее Что если две точки В M В большом множестве Симметричны Относительно X И X в грани То они обе Обязаны лежать в множестве Вот применяя это Каждой паре Симметричных Мы получаем, что Весь этот отрезочек Лежит в множестве Ну и теперь Можно продолжать Дальше Отражать Левую половинку Вот мы Делаем несколько шагов На каждом шагу Доказываемся, что Все более и более Длинный кусок слева Принадлежит грани Каждый раз он удваивается Ну и рано или поздно Он превысит Весь отрезок Понятно Да, потом Делаем Ставим здесь точку Y2 И так, чтобы Вот этот отрезочек Был не длиннее Чем Отрезок Ну или равен Или длиннее Дальше Y2 Справа То есть на отрезке От Y1 до Z Так, что Расстояние Y1 И Y2 Не больше, чем От Y До Y1 То есть вот Сравниваем вот эти Можем удваивать И так далее Пока эта последовательность Y2 не добежит до Z То есть если она еще Не добежала Удваиваем Если уже добежала Ставим очередной Y В точке Z Так получается Что весь отрезок YZ Лежит на самом деле В грани Ну и вообще Переформулировка На самом деле Во всех отношениях Лучше Кроме единственного Она длиннее Поэтому я начал С короткой Так, чтобы Вам не было Сразу слишком страшно Так, понятно, да? Что все равно С серединами работать Или с любыми Внутренними точками Теперь конструкции Которые дают грани Я же спросил Понятно ли Вы хотите скопировать С доски Это бессмысленно Это занятие Вы через неделю Не сможете расшифровать Это нужно написать Своими словами Потратьте время Я готов подождать Что? Что возможно? Иногда, да Но в данном случае По-моему, нет Нет, не было Я написал картинку И несколько неравенств Это же не Не с последствий Утверждений Данный текст Он не являлся Записью доказательства Ни в коем случае Это были Картинки И формулу Сопровождающую Устное рассуждение Списать, конечно, можно Но потом Могут быть проблемы Так Теперь я хочу Привести несколько примеров А именно Три штуки Пусть они называются Теоремой Или лучше Теорема Пустим Замкнутое Выпуклое Тогда верны Следующее Свойство Во-первых Пустое множество Экстремальное Экстремальное Подмножество Или экстремальное множество А Подмножество Во-вторых Все Все множество является Тоже экстремальным Является своей гранью И третье Это два тривиальных примера Все остальные грани Называются Называются Все остальные грани Называются собственными И они Могут строиться Так Пересечение С любой Опорной Гиперплоскостью Это грань Если H Опорная Гиперплоскость КМ То их пересечение Это Экстремальное Подмножество Ну то есть Грань Грани можно изготавливать Пересекая Опорной плоскости С Многогранником В Полиэдральном Случае Эти три Примера Исчерпывают Все Грани В общем случае Есть Грани Экстремальные Подмножества Которые Не Получаются Ни одним из этих Трех способов Например Рассмотрим Такой стадиончик Гиперплоскость Да Только Недницу Меньшей А иначе Не было Определения Опорности Возьму Любую Опорную Гиперплоскость То множество Где она Задевает Многогранник Будет Грани Я утверждаю Сейчас я пока Не доказал Это Но сейчас Докажу После того Как Примерно Рисую Значит В полиэдральном Случае Других Граней Нету Я потом Сейчас Я не буду Доказывать Но вообще Это верно А в общем Случае Есть и другие Экстремальные Подножки Например Рассмотрим Такой Стадиончик Состоящий Из двух Полукругов И прямоугольника Это прямоугольник К нему Представлены Два полукруга Здесь так Гладенько Продолжается Без угла Тогда Вот эти точки Они Экстремальные Четыре штуки Ну понятно Перебором Смотрите Как можно Здесь провести Отрезок И видно Что в любом Случае Один из концов Вылезает За множество М Но нельзя Его Эту точку Получить Как точку Касания Опорной Прямой Единственную Точку Касания Опорная Прямая Единственная Которая Точка Проходит Это Горизонтальная Прямая И она Высечит Целый Отрезок Так что В полиэдральном Случае Можете Как бы Без Доказательства Принять Что других Нет В общем Случае Есть Иногда Так Давайте Докажем Первое Второе Следует Из расстановки Квантеров Определение Ну Точнее Ну В общем Тривиальное Первое Из расстановки Квантеров Там Определение Начинается Любой Точке Грани Что-то Должно Быть Верно Поэтому Пустой Множист Автоматически Подходит Ну Все Весь Множество Тоже Подходит В качестве Ф Потому Что Ну Вот Вот Здесь Это Если Это М Равно Этому Ф То Следствие Тривиально Видите Да Ну Давайте Третье Содержательное Утверждение Итак Вот Наше Множество М Мы Провели Опорную Гиперплоскость И Образовалось Некое Множество Ф Множество Точек Касания Как бы Оно Может Быть Любой Размерности В принципе Вот На примере Кубика Можете Проводить Разные Опорные Гиперплоскости И получать Одну вершину Одно ребро Или целую Грань Двумерную Да Так вот Пусть Это множество Ф Докажем Что Ф Грань Ф Есть М Пересечь Саш Докажем Что Это Ф Экстремальная Надо Это Проверить По Определению Возьмем Любую Точку Х Из Этого Пересечения И Возьмем Любые Две Точки Из М Которые Ну Так что Х Лежит На Отрезке Можно Чисать Еще Середина Потому Что В Определении Это Как раз Была Середина В Том Что Я Назвал Определение Вот Точка Х И Где Это Лежат Точки Y Z Точки Y Z Могут Располагать Либо Они Совпадают С X Ну Тогда Вообще Все Тривиально И Там Кстати Тоже Что Там Вот Либо Отрезок Y Z Пересекает Есть Два Способа Взаимного Расположения Отрезка И Гиперплоскости В этой Ситуации Такой И Вот Такой Либо Либо Они Лежат В двух Разных Полупространствах Открытых Либо Весь Отрезок Y Z Лежит В Этой Гиперплоскости Ну В первом Случае Тогда Гиперплоскость Получается Неопорная Ну Или Кто-то Из них Не попал В множество Не может быть Противоречит Опорности Вот Это Горизонтальный Это H Противоречит Опорности Опорная Гиперплоскость Оставляет Все множество С одной Стороны А здесь Нарисованы Две точки Из множества Но с разных Сторон Так Не бывает А во втором Случае Мы получаем Что Y И Z Оба Принадлежат Гиперплоскости Мы по Предположению Знаем Что они Оба Принадлежат Нашему множеству Откуда Следует Что они Принадлежат Пересечению А пересечение Это и есть F Наша грань Все Доказали Что это Теорема Используется Для построения Предъявления В явном Виде Потому что Проверять По определению Что ребро Является Гранью Кубика Перебирать Все отрезки Довольно Дурацкое Занятие Особенно Если это Надо часто Делать Можно Предъявить Опорную Гиперплоскость Которая Касается Кубика Ровно В точках Ребра И больше Нигде Это В общем Проще Теперь Я подоказываю Несколько Я в общем Уже начал С этой теоремы Подоказываю Ряд свойств Которым Неважно Полидральное Множество Или нет Их будет Довольно Много И уже Из этого Будут Какие-то Интересные Выводы Потом Не знаю Уж Как там Со временем Будет Перейду К специфике Полидральных Множеств Вы Догадываетесь Что Грани Полидрального Множества Но они Образуют Комбинаторную Структуру Которую Вы привыкли Рассматривать Трехмерные Многогранники У трехмерного Многогранника Есть Двумерные Грани Каждая Из них Граничена Ребрами Они Являются Ребрами Исходного Трехмерного Ну а вершина Этих Многоугольников Грани Являются Тоже Вершиной Такая Вот Эта Комбинаторная Структура Формально Она состоит Из списка Граней И отношения Кто в ком Содержится Назовется Решеткой Грани Она действительно Является Решеткой Если Вы прошли Такое Слово А я Его не Проходил Поэтому я не помню Что в точке Там надо требовать У каждых Двух Должен быть Супрем И инфиум Общее Мажорирующее И Что-то такое Что такое Решетка Для любых Двух элементов Что Существует Такой Который Больше Их обоих И что-то еще Нет Вы покивали Как-то Вы прошли Слово решетка Другое Другое Слово решетка Решетка Это частично Порядочное Множество С каким-то Мелким Свойством Дополнительным Которое Я всегда Забываю Потому что Хорошо Наверное Решетку Это Абелево Подгруппу Дискретно Абелево Подгруппу В РН Ну хорошо Ладно Решетка Грани Есть такой Термин Не пугайтесь Это Другая Решетка Так Теперь Список Мелких Свойств Я буду Называть Теоремами Потому что Как-то Иначе Непонятно Как их Называть Теорема Первая Говорит Что Каждая Грань Это Пересечение Всего Множца С Афинной Оболочкой Грани Значит Пусть М М Всегда Будет Пока До поры До времени Замкнутым Выпуклым Так Значит Если Ф Грань Ой Экстремальное Подмножество В М То тогда Ф Является Пересечением Множества С Афинной Оболочкой Себя Ну вот Например Ребро Кубика Это Пересечение Прямой На нем Своего Продолжения До прямой Со всем Кубиком Да Афинная Оболочка Точки Точка Но для Пустого Множества Давайте Считать Афинная Оболочка Пустого Множества Пустое Чтоб Размерность Ну вот Если Очень Понадобится Пусть Она Будет Минус Единицы Но Обычно Лучше Ну как-то Не злоупотреблять Доверием Тех Кто Вас Читает Или Слушает И Как-нибудь Выделять Это Пустое Множество Да Давайте Докажем Давайте Рассмотрим Это Пересечение И Выберем В нем Какую-нибудь Точку Да Вот такое Одно Включение Очевидно Правда Нужно Доказывать В обратную Сторону Давайте Выберем Точку Отсюда И докажем Что она Лежит В Ф Пусть Х Лежит Вот в этом Самой Правой Части И Выберем Нет Не Х А У А точку Х Мы Выберем В Относительной Внутренности Она Существует Для Пустое Множество Разберем Отдельно В Противном Случае Выберем Точку Х В Относительной Внутренности Часто Картинка Такая Относительная Внутренность Это Вся Доска Точка Х Имеется Она Лежит В множестве Ф Вместе С некоторой Окрестностью И Где-то Лежит Точка У Она Лежит Ну вот Наше Множество Высекает На Вот Этой Афинной Оболочке Некоторое Ну Подмножество Тоже Выпуклое Замкнутое В нем Имеется Точка Х Лежащая Там Вместе Некоторой Окрестностью И Точка Игрек Про Которую Мы Пока Ничего Не знаем А То есть Мы даже Не знаем Лежит ли Она В пересечении Вот Такая Картинка Это Пересечение Мы хотим Договорить Что Игрек Не может Лежать Здесь Ну Действительно Давайте Построим Ну Вот Это Я Мысленно Нарисовал М Ну Ф Я Нарисовал Сейчас А Пересечение Оно Побольше И В нем Лежит Игрек Правильно Да Игрек Лежит В пересечении А сама Грань Поменьше Вот Такая Ситуация Нам Не нравится Ну Давайте Проведем Прямую Через Игис Игрек И Отложим Мы ее сюда Построим Точку З Существует Точка З Неравная Икс И Неравная Игрек Которая Принадлежит Ф И Икс Лежит На отрезке Игрек З Ну Отсюда По определению Экстремального Подможества Следует Что Игрек Тоже Принадлежит Доказали По Не по Переформулировке Значит Мы Увидели Отрезок Концы Которого Лежат В большом Множестве Игрек Лежит В большом Множестве З Тем более Лежит Да Дальше Я доказал Что-то Посильнее Чем Формулировал Не могу Понять Я же Мог З Выбирать Из Ну Ладно Необязательно Был З Выбирать Из Ф Ну Ладно Может быть Чуть-чуть Более Сильная Свойство Тоже Верно Но Я не вижу Какого Сформулировать Толком Так Следующее А Следствие Следствие Которое Полезно Не забыть Это То Что В Полиэдральном Случае Каждая Грань Тоже Полиэдральная Ну В частности Замкнуто Выпукло И так далее Выпукло По определению Ну Вот Вы спрашивали Про замкнутость Замкнутость У нее Есть И В общем Случае Замкнутость Есть Ну Действительно Каждая Грань Есть Пересечение Всего Многогранного Полиэдрального Множества С неким Афинным Подпространством Возможно Не максимальной Размерности Каждая Каждая Из них Полиэдральная Значит Пересечение Тоже Полиэдральное Дальше Движемся Следующая Теорема Пусть У меня Есть Множество М Все То же Самое И в нем Какое-то Экстремальное Подмножество Назовем Его П Нет Ф Значит Пусть Ф Грань То есть Экстремальное Подмножество В М Все Все То же Самое Вопрос Который Я хочу Ответить В этой Теореме Это Кто Такие Грани Этого Ф Я утверждаю Что это Те И только Те Грани Исходного Множества Которые Попали В Ф Как Подмножество Значит И так Множество Граней Ф Так Нет Грани Экстремальные Подмножества Ф Это В точности То же Самое Что Экстремальные Подмножество Исходного Которые Содержатся В Ф Вот Что Описывает Достаточно В удобном Виде Множество Ну Предыдущее Следствие Гори что Грань Многогранника Это тоже Многогранник Меньшей Размерности Скорее всего Эта Теорема В удобной Форме Описывает Грани Вот Этого Меньшего Многогранника Это В точности Те Грани Большого Которые Попали В Рассматриваемую Грань То есть В трехмерном Случае Ребра Возьмем Любую Грань Ее Ребра И вершина Это Ребра И вершина Исходного Которые В ней По какой-то Случайности Два Включения Надо доказать Два Включения Надо доказать Давайте Они Примерно Одинаково Тривиальны Давайте Начнем С Вот Этого Итак Пусть У нас Есть Некое Множество П Содержащиеся В Ф И так Случилось Что П Экстремальное Для Ф Мы Хотим Доказать Что Оно Экстремально Для М Что Оно Подходит Под Определение Грани Для Исходного Большого Множества Давайте Проверять Пусть Х Лежит В этом Самом П Думать Наверное Надо Про Кубик У Него Скажем Вот Эта Грани Это Ф А Вот Это Ребро Это П И Мы Взяли В нем Какую-то Точку И И Хотим Доказывать Что Точки Х И И З Из Определения И Доказываю Что Выполняется Определение Грани Значит Y И З Принадлежат Большому Множеству И Так Случилось Что Х Середина Отрезка Так Ну Х Принадлежат F В частности Она Принадлежат F И Мы Знаем Что F Это Грань Поэтому Можем Применить Определение Экстремального Подмножества Для F Вот Из Этого Всего И Вот Этого Хвостика В силу Так Как F Экстремальная В М Следует Что Следует Что Y И З Принадлежат F Сначала Используем То Что Большая Грань Является Экстремальной Во всем Значит Что Концы Отрезка Обязаны В ней Лежать Вот В этой Вертикальной Вертикальном Квадратике Теперь Когда Мы Уже Знаем Что Они Лежат В F Отсюда Так Как P Экстремально В F Отсюда Уже Следует Что Они Обязаны Лежать И В И В Чем Там В П Честая Формальная Логика Здесь Геометрии Нет Используется Только Ростановка Квантеров Определения Ну И Включение Множеств Тоже Как Обратно Обратно Должно Быть проще Если Что Нам Только Надо Сформулировать Что Мы Хотим Доказать Обратное Включение Оно Что Нам Дано Нам Дано P Ну F И P Экстремальные В Исходном В Большом Множестве И Так Случилось Что П Экстремально В Содержится В Да А Надо Доказать Что Из Этого Следует Что П Экстремально В F Вот Такое Следствие Ну Это Еще Проще Потому Что Здесь Меньше Дано Меньше Шагов Надо Давайте Возьмем Опять Применяем Определение Надо Взять Точку Икс Из Множества P Точки Y И Z Из Множества Теперь Какого F Такие Что Икс Оказалось Равным Равным Полусунья И Пытаться Доказывать Что Что Мы Хотим Что Они Лежат В П Концы Все Все Ну Смотрите Раз YZ Лежит В Грани В То В частности Они Лежат В Исход Множестве Теперь Применим Определение Экстремальности Самоисходность Множество Мем Отсюда Следует Что Y и Z Лежат В П Ну Доказали Комбинаторная Структура Пока Прорисовывается Но Обратите Внимание Такая Будет Например Для Круга Скажите Что Такой Грани Круга На плоскости Ну Экстремальный Подножник Какие точки Точки На окружности Плюс Еще Весь Круг Плюс Еще Пустое Множество Все Это Верно Но Бессмысленно А В Случае Многогранников Это Какие-то Разумные Сведения О структуре Даст Главное Отличие Многогранников Конечно Грани Конечные Множество Это Надо Будет Доказывать Но Это Конечно Верно Иначе Не надо Было Такое Определение Отдавать Вот Плюс Еще Специальное Свойство Которое Верно Только Для Многогранников Ну Для Полиэдрального Случая Это То Что Каждая Грань Содержится В грани Следующей Размерности Даже Ни Одной Каждая Вершина Является Концом Кода Это Я Тоже Все Докажу Потом Это Вот То Что Неверно В общем Случае А верно Только В полиэдральном Так Движемся Дальше Следующая Теорема Столь Же Глубокая Пересечение Грани Грани Если F И P F 1 F 2 Грани M То Их Пересечение Тоже Ой Не грани А экстремальные Подмножества Подмножество M То Их Пересечение Тоже Ну А это Вообще Тривиально Следует Из Определения Давайте Возьмем Точку Что такое Грань Она же Экстремальная Подмножество Это такое Множество Что вместе С каждой Внутренней Точкой Любого Отрезка Содержится Весь Отрезок Если Мы Выкинем Отрезки Рассматриваем Только Лежащие V Но Это Свойство Очевидно Выдерживает Пересечение Возьмем Любой Отрезок Проходящий Через Точку В пересечении F1 F2 Он Лежит В F1 Так как F1 Хорошая Лежит В F2 Так как F2 Хорошая Лежит В пересечении Очевидно Точнее Тривиально Слово Очевидно Здесь неуместно В старшей Размерности Ничего очевидного Не бывает А тривиально Бывает Так Следующее Свойство Состоит В том Что Все Множество Есть Дизъюнкное Объединение Относительно Их Внутренностей Своих Граней Сейчас Я запишу Это М Ну Оно Все Такое Замтое Выпуклое Это Дизъюнкное Объединение По всем F Которые Экстремальные Для M Относительных Внутренностей F Берем список Всех Граней У них Есть Общие Точки Две Двумерные Грани Кубика Примыкают Друг Друг По Ребру Но Если Мы Возьмем Относительные Внутренности Внутренности С чем? С пустым Ну Пустого Считаем Относительные Внутренности Пустой Но Если Мы Возьмем Относительные Внутренности То У них Уже Общих Точек Нет Каждая Грань Меньшей Размерности Лежит На Границе Как бы Ну В смысле Относительной Границе Граней Больших Размерностей Давайте Я Сразу Сформулирую Следствие Потому что Потом Забуду Уже Время Кончается Чтобы В попыхах Не забыть Эта Теорема Нам в частности Обеспечивает Такой факт Что все Собственные Грани Лежат На Границе Потому что У нас Есть Грань Которая Стоит Из Всего Множества Теорема В частности Утверждает Что Все Остальные Не Задевают Ее Относительную Внутренность Более того Покрывают Ну Понятно В частности Интересно Не Забыть То Что Вот Именно Сейчас Мы Доказали Что Все Грани Лежат На Границе Кроме Тривиальных Случаев Все Собственные Грани Собственные Экстремальные Подмножества Лежат В Содержатся В Границе Множества Ну И Даже В Относительной И Даже В Минус Относительная Внутренность Но Это тривиально Потому что Само Множество Является Одной Своих Граней Так Давайте Доказывать Теорему Видимо На этом Пара Закончится Нужно Доказать Две Вещи Во-первых Что Относительная Внутренности Грани Покрывают Все А во-вторых То что Они не Пересекаются Это Два Отдельных Утверждения Их Надо Отдельно Доказывать Так Первое Почему Относительная Игра Внутренности Граней Не Дизъюнктно Не Пересекаются Тут Мне понадобится Такая Лемма Она Может быть Даже Будет Использоваться Больше Чем Вся Теорема Более Общее Утверждение Сформулирую То есть Мне Нужно Доказать Что Если Есть Две Грани То Их Относительные Внутренности Не Пересекаются Я Докажу Более Общее Утверждение Пусть Есть П Ф Это Грани Ну То есть Экстремальные Подмножество М И Так Случилось Что Ф Содержит Хотя Бы Одну Внутреннюю Относительно Внутреннюю Точку П Тогда Она Содержит Всю Грань То есть Если Одна Грань Своим Может быть Даже Краем Зацепила Внутреннюю Точку Другой Внутренней В смысле Относительной Внутренности То Она Обязана Содержать Все Так Как же Мы Это будем Доказывать Это Три 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 Должно Быть Что-то У меня Выскочило Из головы Ну Ну Наверное Надо Отметить Эту Точку Из Относительной Внутренности Значит Пусть П Это Общая Точка Дальше Дальше Грани Дальше Там Вместе Шариком Давайте Что же Мы Сделаем То А Начиная С точки П Давайте Нарисуем Всевозможные Отрезки Проходящие Через П И Лежащие В Во Все Многограннике Давайте Заметим Что П Есть Объединение Всевозможных Отрезков Типа Х Игрек Где Ну Там Они Игрек З Изначально Были Где Таких Что Игрек З В Игрек Взяты Из Исходного Множества И Да И Значит Не равны П И П Лежит На Отрезке Поведем Вот Все Такие Короче Все Такие Отрезки Как На Картинке Да Правда Это Подождите Сейчас Это Следует То Что П Взяты Из Относительной Внутренности Это Важно Значит Точка П Взяты Из Относительной Внутренности П Я Утверждаю Что Вся Грань П Состоит Из Вот Этих Отрезков Ну Действительно Афинная Оболочка Грани Это Афинная Оболочка Вот Этого Кружочка Она Состоит Из Всех Таких Прямых Вот Лучше Наверное Написать Так Это Объединение Пересечений Типа Л С М Где Л Прямая В Афинной Оболочке П Вот Так Так Более Используется Еще раз Афинная Оболочка Это Множество Всех Прямых Проходящих Через П И Какие-то Точки Этого Кружочка Каждая Из Таких Прямых Высекает Некий Отрезок Ну Или Луч И Он Целиком Лежит В Множестве В Грани Потому Что По Определению Грани Потому Что Вот Это И Вот Это Ну А Вне Афинной Оболочки Ничего Точно Не Лежит Сейчас Да 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 Это Факт О том Что Вот Это Равенство Вот Оно Более Раннее Вот Так Сначала Мы Замечаем Вот Это Потому Что П Есть Пересечение Множества С Афинной Оболочкой П Афинная Оболочка Это Пересечение Объединение Всех Прямых Проходящих Через П Лежащих В Афинной Оболочке Теперь На Каждой Прямой Ну Мы Видим Да Мы Видим Сейчас Подождите Все Таки Не Надо Определение Еще Раз П Это Пересечение Грани Это Пересечение Множится Своя Афинная Оболочка Афинная Оболочка Это Объединение Вот Таких Прямых Вот И Все Да Больше Ничего Не Надо Я Думаю Что Не Надо Было Мне Первое Равенство Так Что Я Хотел Сделать А Нет Надо Было Все Такие Отрезки Лежат В В Множестве В Грани Ф Все Это Вот Эта Точка П Лежит В Некоторой Большой Грани Ф Которую Мы Ничего Не Знаем И Которая Никак Не Изображена Так Вот Так Как Ф Все Эти Отрезки YZ Должны В ней Лежать Вот Для Каждой Прямой Рассмотрим Отрезок Который Высекается Он Имеет Точку П Внутри Поэтому Весь Отрезок Лежит В любой Грани Которая Содержит П Короче Говоря Для Точки П Автоматически Рисуется Минимальная Грани Содержащая Это Объединение Всех Так Отрезков Так Доказали Лему Значит Из Лемы Следует Половина Теоремы О том Что А именно То Что Относительные Внутренности Не Пересекаются Но Действительно Пусть У двух Грани Пересеклись Относительные Внутренности Тогда Применим Их В качестве Пф Подставим В Пф Получим Что Одна Содержит Другую Потом Поменяем Ролями Получится Наоборот Вторая Содержит Первую Значит Они равны Более Лема Более Сильная Так Разобрались Вроде Да Вроде Нет Обмана Ну Посмотрите Может Если Есть Обман Вы К Следующему Разу Спросите Может Буду По Где Если П Ну Это Одна Точка Да Одна Точка Ну Тогда Отверждение Тривиально Да Это Единственная Точка Ну Хорошо Так Ну В другую Сторон Должно Быть Просто Почему Они В объединении Дают Все Делается Индукцией По Размерности Если В Базе Размерность Один Там Понятно Все Наверное Даже Лучше Размерность Ноль Еще Лучше Теперь Переход Все Точки Множества Делятся На Два Типа Ну Пусть Внутренность Не Пустая Иначе Мы Понижаем Размерность Сразу Оно Лежит В меньшей Размерности Переход Если Точка Лежит Во Внутренности То Она Принадлежит Одной Из Грани Которая Весь Все Множество Если Она Лежит На Границе То Есть Специальная Там Можно Провести Грань Можно Провести Опорную Гипер Плоскость И Образуется Грань Всякая Точка Граничная Лежит В Грани Меньшей Размерности Применим К этой Грани Меньшей Размерности Индукционное Предположение Поскольку Понятие Грани Не Изменилось То Есть Те Же Мы Доказываем Что Каждая Точка Лежит В Относительно Внутренности Некой Грани Мы Сначала Предварительно Отсекаем Случшая Точка Внутри Вообще Потом Она Лежит Просто В какой-то Грани Меньшей Размерности Которая Получена Из Опорной Гипер Плоскости Применяем Индукционное Предположение Вот К этому К этой Грани В качестве Многогранника Мы Получаем Что Есть Грань Грани Относительная Внутренность Которая Содержит Нашу Точку Но Грань Грани Это Грань Исходного Все По одной Из Предыдущих Теорем Так Все На этом Время Кончилось Я Время Суд Время О О Время